Добрый день, глубоко уважаемый Елена Викторовна, Борис Сергеевич, коллеги. Да, действительно, тема его доклада, она специально подобрана, это такая дискуссия с собой на тему, потому что любой врач, онколог, онкоролог, клинический онколог, химиотерапевт, у которого есть опыт лечения пациентов данной группы, в голове, наверное, тяжело складывается пазл, как можно амбулаторно целиком лечить весь этап пациента из этой категории. Прежде всего, я бы хотела начать с того, чтобы объяснить вообще, почему в принципе так лечат пациентов с точки зрения именно системной противопухолевой терапии. Хирургия сегодня буду касаться очень опосредованно, это стезиодокторов-онкорологов. Пациенты с опухолями мочевого пузыря по показателям выживаемости, даже местно распространенный процесс вроде как не метастатический, показатели пятилетней общей выживаемости не превышают 40%. И в дальнейшем в своем докладе и в рамках клинического случая я постараюсь объяснить, почему это так. А если мы говорим уже о метастатическом процессе, то от 5 до 6% в среднем пятилетняя общая выживаемость. И если мы будем рассматривать эволюцию системной противопухолевой терапии, то, конечно, все начиналось с достаточно интенсивных режимов химиотерапии, при том, что и многокомпонентных, токсаны, потом комбинированные режимы с препаратами платины. На сегодняшний день, конечно, очень активно и применяется в реальной клинической практике уже и комбинации в виде химио-иммунотерапии, и иммуно-онкологические препараты. И если мы говорим именно о качестве жизни и количестве осложнений лечения, которые мы можем видеть у пациентов данной группы, то, конечно, иммунотерапия переносится намного лучше, чем химиотерапия. Но в стандартах лечения у нас на сегодняшний день не просто так сохраняется место за химиотерапией, причем химиотерапия комбинированной, двух-трехкомпонентной, так как пациенты могут получить именно выраженный объективный ответ. И это важно и на этапе переоперационной, и неодевантной химиотерапии, когда наша основная цель подготовить заболевания к предстоящему хирургическому лечению или дать возможность радиосенсибилизации вместе с проведением лучевой терапии, так и в самостоятельном режиме, когда мы говорим уже о метастатическом процессе. Также первое место отводится режимам с применениями платины. Если в контексте рассматривать переоперационной химиотерапии и неодевантной, два режима, они достаточно интенсивные, это сочетание гемцитабина с цисплотином, это сочетание трехкомпонентного режима с метатриксатом и венбластином. И на сегодняшний день сразу скажу, что приоритет отдается, конечно, режиму с гемцитабином и цисплотином, так как второй режим, да, он имеет более высокие показатели именно эффекта и объективного, и в плане времени без прогрессирования. И мы видим трехлетний процент времени без прогрессирования на уровне 64% по сравнению с 56% на гемцитабином и цисплотином. Но какова цена такого интенсивного, многокомпонентного варианта лечения? А цена – это те нежелательные явления и уровень анемии глубокой степени на уровне 22%. Это и фибрильная нитропиния более 6%, которая встречается у пациентов на фоне лечения уровня глубокой нитропинии. То есть мы всегда платим высокую цену, когда мы добавляем еще один препарат, когда мы делаем режим более интенсивным. Вообще, в принципе, да, на основе чего мы выбираем, да, можем или нет мы проводить лечение препаратами платины? Ну, мы, в принципе, определяем возможность, да, применения данного препарата как в неодевантной терапии, и если мы не можем проводить неодевантную химиотерапию, или, например, сам вариант опухоли, да, как, например, плоскоклеточный рак мочевого пузыря не имеет преимущества от проведения такого варианта лечения, так и в распространенном варианте заболевания мы должны основываться на том, что можем мы вообще или не можем дать пациенту препараты платины. И у 10% средних пациентов есть абсолютные противопоказания к применению препаратов платины, 40% пациентов, они являются цисплатин неподходящими пациентами. Где-то только половину пациентов мы можем предложить полноценный вариант как предоперационной, так и первой полноценной линии лечения распространенного рака мочевого пузыря. На основании чего? Критерии Гальского, они достаточно всем известны и входят в практику онколога, клинического, урологи, достаточно известные категории, на которые оценивают и клиренс кретинина, и уровень периферической нейропатии, сердечно-сосудистую патологию. Общее состояние пациента это очень важно, так как пациенты с опухолем мочевого пузыря, особенно с большим распространением местным, они имеют уже, как правило, выраженные осложнения самого заболевания. И, например, социально значимые факторы, так как, например, наличие выраженной тугоухости, прогрессирующее снижение слуха, мы также должны это оценивать, когда делаем для себя выбор, можем мы или не можем дать пациенту полноценный вариант лечения с препаратом цисплатин. В принципе, для чего? Потому что пациенты могут получить действительно тот объективный ответ. Если рассматривать вариант других опций системного противопухолевого лечения, например, иммуно-онкологическую терапию, где и переносимость лучше, а эффективность непредсказуема, так как мы даже на основании каких-то прогностических факторов, там, PDL-экспрессии, мы не всегда можем точно сказать, получит пациент пользу от лечения или нет. Применение препаратов платины и режимов с данным цитостатиком, они все-таки позволят нам взять определенный контроль над заболеванием, затормозить, и, если мы говорим о предоперационной терапии, подготовить заболевание с точки зрения уничтожения микрометастазов и увеличения радикальности дальнейшего лечения. И, если мы рассматриваем варианты двух препаратов, да, с платиной, цисплатин и карбоплатин, то, да, были исследования, которые показали, что лечение на основании, с включением цисплатина, они более эффективны, нежели карбоплатин. И с этим связаны сложности проведения самого лечения. Я не просто так ставила этот слайд, как раз соотношение нежелательных явлений по сравнению с иммуно-онкологическими препаратами в той же самой первой линии, в монотерапии. И мы видим, что осложнения третьей-четвертой степени на фоне платинослежащей химиотерапии могут достигать 81% по сравнению с 16%, которые мы можем увидеть на фоне иммуно-онкологического лечения. Какие же сложности, да, при проведении химиотерапии на основании цисплатина? Это как раз и является той основой, которая создает сложности для амбулаторного проведения или проведения лечения в рамках дневного стационара. Есть различные осложнения, именно частые, отмечаются со стороны органов слуха, со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, которые требуют коррекции иногда и во время введения цитостатиков. Осложнения со стороны сосудистой системы, мочевыделительной системы, нарастающая почечная недостаточность. Очень неприятное осложнение, которое в дальнейшем может помешать нам проводить и будущие линии терапии. Со стороны кроветворения тромбоцитопении, ликопении, анемии и даже глубокие инфекционные осложнения, такие как сепсис, достаточно часто отмечаются на фоне введения препарата в рамках различных режимов лечения. И со стороны специфические осложнения, со стороны лабораторных показателей, гипонатриемия, достаточно глубокие. Мы никогда этого не оцениваем, но тем не менее в официальной инструкции к препарату эти данные все указаны. Поражение почек. Очень неприятное, как я ранее сказала, осложнение, так как у нас есть определенный объем циклов химиотерапии, которые мы проводим. Это 4 цикла предоперационные максимально, это не более 6 циклов в рамках первой линии лечения. И все эти режимы, они в идеале должны содержать препараты платины. Два препарата, они оба являются нефротоксичными. Как мы можем корректировать нефротоксичность? На самом деле оценивать риски и изначально определять, можем или не можем мы проводить данную терапию. Проводить пре-постгидротацию, если мы говорим о препаратах платины. И отменять препарат, если осложнения достигли выраженной степени. Консультация врача-нефролога и, в принципе, возможность консультирования со специалистом узкого профиля, это, конечно, благо. Если есть такой специалист в пационаре, то пациенты, которые уже имеют хроническую болезнь почек различной степени, в идеале, должны, конечно, быть проконсультированы. Прежде тем, как мы будем проводить терапию препаратами платины. Но не существует эффективных методов лечения повреждения почек, вызванного цисплатином. Специфических препаратов не существует. Поэтому изначальная оценка возможности лечения пациентов данным режимом, она должна проводиться заранее и очень обдуманно. Но у нас есть, по крайней мере, какой-то алгоритм профилактики, который нам предлагают даже наши практические рекомендации. Мы можем и дробить дозу цисплатина. Мы можем и должны гидротировать в определенном объеме пациентов. И здесь очень важно оценивать также сопутствующую патологию сердечно-сосудистую. Пациент способен вынести такую гипергидратацию или нет. И это мониторинг суточного диуреза. При том, что иногда круглосуточный. Если мы говорим о том, что у пациента есть и свой, например, уже сопутствующий дефицит диуреза. И тем более мы еще проводим нефротоксичное лечение. Есть нефропротекторы, которые снижают негативное влияние радикалов свободных во время лечения препаратами платины. Но это, опять же, не лечение осложнений. Это возможная профилактика. Особенно если мы понимаем, что тяжелые осложнения возможны в данной конкретной клинической ситуации. И вот далее, после такой преамбул достаточно долго, я бы хотела продемонстрировать клинический случай абсолютно реальный. И далее мы попробуем все вместе ответить на вопрос, возможно ли лечить пациентов эффективными режимами химиотерапии, пациентов с опухолями мочевого пузыря злокачественными. Стандартная абсолютная история. Пациент среднего возраста. Впервые эпизод макрогематурии у него был в августе прошлого года. Сделали цистоскопию. И обнаружили большую опухоль 8 сантиметров уже с переходом на простатический отдел уретры. Выполнена была трансрутеральная резекция. Даже не с лечебной целью, больше с гемостатической. И была верифицирована опухоль уже злокачественного мочевого пузыря. High grade. Мышечно-инвазивный уже вариант. Клинически определялась уже опухоль на уровне Т4.0.0, третья стадия. При этом у пациента отмечались достаточно выраженные сердечно-сосудистые сопутствующие заболевания. И даже ангиопластика и стентирование в 2015 году. Далее была сказка о потерянном времени, как я это говорю. Потому что в августе, в сентябре опухоль была обнаружена. А далее пациент в течение трех месяцев обдумывал те варианты лечения, которые ему предложили. И это такая частая ситуация для пациента в данной категории, что на самом деле становится даже грустно. Потому что пациенту рассказали, что ему предстоит предоперационная химиотерапия с таким распространением, чтобы сделать возможную операцию. Или это будет химиолучевая терапия, но она маловозможна. Мы проконсультировали пациента с радиотерапевтом. Радиотерапевт сказал, что лучше, конечно, оперировать с учетом уже имеющихся осложнений. И три месяца пациент обдумывал варианты. И искал учреждение, в котором ему предложат, наверное, какой-то другой, волшебный, более подходящий для него вариант. За это время, за три месяца опухоль продолжала распространяться местным ростом. И на момент декабря 2022 года, конечно, уже других вариантов, как уже даже, возможно, не предоперационная, а уже даже самостоятельный вариант лечения в виде проведения химиотерапии, пациенту был показан. Но на тот момент уже отмечался гидронефроз. Пациенту была выполнена пункционная нефростамия справа. Нормализован, да, уровень диуреза. И в декабре, под Новый год, как прям водится, да, мы начали системную химиотерапию. Выполнили введение цисплотина и гемцетабина в рамках первого цикла. Через пять дней, как вы понимаете, все ближе к Новому году. У пациента уже была отмечена лихорадка до 39 градусов. Также на рост гидронефроз слева. Пациент был экстренно госпитализирован на урологическое отделение нашей клиники. Вместе с нами, да, мы думали, что же с ним делать. Было выполнено по жизненным показаниям через кожную нефростомию слева. На этом фоне у пациента развился сепсис, так как, да, там наверняка уже было начало инфекции. Это очень типичная ситуация для пациентов данной группы. Далее явления сепсиса были купированы, кстати, достаточно быстро. Нормализован уровень диуреза. И мы сделали попытку уже с редукцией доз на фоне профилактики гематологической токсичности. Проявили второй цикл условной неодевантной полихимиотерапии. Мы добились в результате, введение пациента перенес удовлетворительно, сразу скажу, никаких значимых осложнений. Со стороны показателей крови мы не отметили. Выполнили контрольное обследование промежуточное. Мы увидели объективный ответ. Но при плановом обследовании сосудистой системы мы увидели, что снижается фракция выброса. И поняли, что в дальнейшем, конечно, наши возможности проведения именно активной химиотерапии, они ограничены. Но, тем не менее, вот такой объективный ответ, который мы получили после двух неполных циклов химиотерапии, позволил рассматривать пациенту опции локального лечения, которые на момент начала терапии были невозможны. Ввиду ухудшения сопутствующей патологии, мы могли предложить ему на тот момент только эмболизацию, ввиду оккупирования персистирующей гематурии. Еще раз посоветовались радиотерапевтам, получили отрицательный ответ в плане возможности проведения. И вот потом пациент, опять же, готовился и подготавливался, достаточно долгий период с мая по сентябрь к радикальному хирургическому лечению, которое было проведено только в сентябре. Успешно, радикально сейчас пациент восстанавливается. В заключении я бы хотела еще раз отметить именно особенности категории данных пациентов. Пациенты с местно распространенным, особенно большим процессом мочевого пузыря, они имеют осложнение самого заболевания, как со стороны первичной опухоли. Это гематурия, связанная с ней нарастающая анемия, которая препятствует системной терапии. Это абструктивная симптоматика, требующая постановки нефростомических дренажей, цистостом, необходимость проведения пре- и постгидратации на фоне применения цисплотина и контроль диуреза на этом фоне. У групп пациентов, особенно с сопутствующей терапией, сопутствующей патологией, прошу прощения, они, конечно, требуют наблюдения в рамках круглосуточного стационара. Мы понимаем, что таких пациентов домой мы не отпустим после введения цитостатиков. И высокий риск инфекционных осложнений, опять же, ввиду наличия нефростомических, цистостомических дренажей, распада опухоли на фоне активного лечения. Все это ставит перед нами, конечно, такой вопрос. Можем или нет мы проводить лечение активно, именно высокоинтенсивные режимы химиотерапии пациентам с опухолем мочевого пузыря. Я для себя пока честно сказать, что только если введение монохимиотерапии гемцитабином, наверное, в дальнейшем. Но препараты платины, конечно, требуют наблюдения, особенно в начале лечения, в рамках стационара. Если же мы говорим уже о лечении иммуно-онкологическом, то в дальнейшем, конечно, пациенты могут получать это лечение и амбулаторно, и в рамках дневного стационара. И, конечно, с лучшим качеством жизни и с меньшим количеством нежелательных явлений. Спасибо.